Они, конечно, не профессионалы, но опыта по спасательной технике за их плечами немало. Победители различных межрегиональных и всероссийских турнирах, команда Республики Мариэл, вновь в числе участников Школы Безопасности. Они с гордостью показывают свои достижения на талисмане – мягкомедвежонке. Среди медалей – награда за первое место по итогам прошлогодних международных соревнований. Есть один участник с первых международных соревнований – это Саша Медяков. И у нас есть два участника, которые в прошлом году участвовали на российских соревнованиях и заняли там первое место. Насчет наших планов на эти соревнования. Если у нас не получится победить, то мы хотя бы достойно выступим и красиво представим нашу Россию. Побороться за звание лучших юных спасателей в этом году решили и две новые команды из Армении и Крыма. Представляет собственная команда город Керчь. Учащиеся разных школ, но занимаются в одном кружке, я уже об этом сказал, кружков, работают по программе школы безопасности. Ну, а как ребята здесь себе покажут, это зависит только от спорта, их подготовки и умения. Я думаю, что команда Керчь будет нормально. В прошлом году Международная школа безопасности проходила в Подмосковье, в Звенигороде. На этот раз мероприятие принимает Олимпийская столица. Благодаря этим соревнованиям ребята смогут не только подготовиться к действиям в экстремальных условиях, но и узнать все тонкости профессии спасателя и пожарного. Серьезными катаклизмами в одиночку бороться просто бесполезно. Здесь мы как раз и прививаем уже нашим детям то, что они единая команда на всей планете Земля. И вот это, наверное, самое главное, то, что здесь будут люди со всех стран, с Российской Федерации, которые подружатся, которые почувствуют друг друга, конечно же, посоревнуются, посмотрят те достопримечательности, которые созданы в этом прекрасном городе. Сегодня в первый день соревнований 15 команд из шести стран мира сразились друг с другом в пожарной эстафете. Участникам необходимо было не только пробежать за короткое время дистанцию в 400 метров, но и одновременно в экипировке пожарных продемонстрировать умение вязки двойной петли при отдалении забора, бума, прокладки рукавной линии и тушении пожара. По итогам эстафеты быстрее всех и технически точно задание выполнила команда из «Мари-Эл». Им удалось пройти все этапы всего за минуту 54 секунды. Но впереди участников ждет немало испытаний. Юные спасатели поборются еще в нескольких эстафетах, покажут свои умения в горной подготовке и спасении на воде, а также посоревнуются в творческих конкурсах. Какие команды на этот раз возьмут кубки и медали, станет известно 11 июля.